Что это за кислота? Где она содержится и какими свойствами обладает? Какие показания к применению? Есть ли противопоказания? Смотрите видео до конца и узнаете ответы на поставленные вопросы. Многие слышали про удивительные свойства янтарной кислоты. Что это за кислота? Где она содержится и какими свойствами обладает? Янтарная кислота, карбоновая, является органической кислотой, содержащейся в некоторых растениях и янтаре. Впервые была получена при обработке янтаря. Она принимает участие в выработке энергии и улучшает способность клеток потреблять кислород. Янтарная кислота обладает следующими свойствами. Выполняет восстановительные реакции, являясь сильным антиоксидантом. Нейтрализует опасные радикалы, токсины и шлаки. Повышает работоспособность головного мозга. Способствует восстановлению клеток печени. Защищает от вредных воздействий миокард. Стимулирует ответ иммунной системы. Обладает противовоспалительной активностью. Тормозит рост опухолей. Регулирует уровень глюкозы крови. Улучшает состояние и функциональную активность нервной системы. Противостоит ядам. Участвует в растворении камней в почках. В сочетании с глюкозой повышает выносливость. Способствует активной физической деятельности и умственной работе. Янтарная кислота вырабатывается в организме человека в процессе биохимических реакций. Но в некоторых случаях потребность в ней увеличивается, и тогда возможно употреблять ее в виде биологической добавки. Какие показания к применению? Использовать можно янтарную кислоту в виде таблеток, либо пополнять свои запасы употреблением продуктов питания. Она содержится в следующих продуктах. Свекольном соке, вишне, яблоках, винограде, семенах подсолнечника, ячмене, кефире, зеленом крыжовнике, дрожжах. Однако присутствие в продуктах этого активного вещества минимальное. Поэтому при необходимости надо восполнять количество карбоновой кислоты в таблетках. Показаниями к применению являются. Повышенная нервная возбудимость, стрессовые ситуации для восстановления нервной системы. Работа с приборами, являющимися излучателями вредных волн, чтобы нейтрализовать их воздействие. При хронической усталости для восстановления жизненного тонуса, с целью разжижения крови при склонности к тромбообразованию. Для нормализации кишечной микрофлоры при дисбактериозе кишечника. Период повышенной умственной деятельности, потому что обладает стимулирующим воздействием на клетки головного мозга. При усиленных физических нагрузках, например у спортсменов, способствует накоплению большого количества энергии. Диеты, при которых необходимо компенсировать энергетические затраты без использования продуктов питания. Заболевания кожи, возрастные изменения кожи и волос, при которых вызывает восстановление клеток кожи и повышает упругость и прочность волос. Болезни сердца и сосудов, приводящие к нестабильному сердечному выбросу и нарушению тонуса сосудов. Патология органов дыхания, сопровождающейся отдышкой и симптомами дыхательной недостаточности. Учитывая воздействие на все клетки организма, янтарная кислота применяется совершенно при разных патологических состояниях и при повышенной востребованности в энергии и кислороде, то есть способствует улучшению тканевого дыхания. Есть ли противопоказания? Несмотря на то, что употребление несет много положительных свойств для организма, есть состояния, при которых не рекомендуется применять янтарную кислоту. Это все-таки кислота, поэтому не рекомендуется ее использовать при острых воспалительных заболеваниях желудка и органов мочевыведения, почечной, печеночной, острой сердечно-сосудистой недостаточности, индивидуальной непереносимости. Хотя это и биологически активная добавка, но обладает она довольно сильными свойствами. Поэтому перед применением надо посоветоваться с врачом, ведь главное не навредить.